Владимир Николаевич, ну вот сейчас люди озабочены темой по поводу электромагнитных излучений, по поводу влияния на здоровье. Вы специалист, который работает с этой темой. Что бы Вы могли рассказать, насколько это опасно или это может быть просто напрасное опасение? Опасения не напрасны. И данную область воздействий физических факторов нормирует федеральный закон 1999 года и санитарные правила от 2003 года. Электромагнитное излучение — это фактор, вредный фактор окружающей среды. На этот вредный фактор написана масса документов, регламентирующих предельно допустимые уровни. Но в данное время, во-первых, эти санитарные нормы не исполняются, федеральный закон не исполняется. Телекоммуникационные компании используют новые типы передачи сигналов, в том числе импульсные, которые вообще не исследовались. В этой связи жидкокристаллические экраны, мониторы различные, которые используются и в смартфонах, и в телевизорах, и в компьютерах, также не нормировались и не исследовались. И электромагнитный смог по решению Всемирной организации здравоохранения — это проблема номер один, которая приводит к росту заболеваний, к увеличению смертности и к раннему старению организма, что было констатировано в докладе Совета Федерации всеми ведущими специалистами, гигиенистами, медиками, физиками, занимающимися электромагнитной безопасностью. А народ просто не знает, что это такое. Потому как рекламная компания всех телекоммуникаций, которые ныне известны МТС, Билайн, Теледва, тратит порядка 20 миллиардов рублей в год на рекламу. А на безопасность и профилактику здоровья не тратится ничего. Я, например, не знаю таких цифр. И уровень электромагнитного напряженности вообще в городах вырос в десятки тысяч раз от естественного. И понятное дело, что мы наблюдаем сегодня рост онкологии. В 2012 год главный санитарный врач Геннадий Онищенко выпускает рекомендации по использованию смартфонов, телефонов, компьютеров, где однозначно пишет, что дети, которые пользуются 10 лет телефонами, компьютерами, они уже пришли к тому, что рост лейкозов и глиом головного мозга вырос. И это констатирует главный санитарный врач. Как факт. И рост онкологии сейчас, ну все об этом говорят в отчете Минздрава, так же это написано. Но онкология может быть по разным причинам. Это же не значит, что вот именно от этого. Да. Да так надо исследования проводить. Потому что, естественно, выделить конкретно электромагнитное влияние на человека, это надо делать фундаментальные классические исследования. Они называются санитарно-эпидемиологические исследования. В течение нескольких лет. Но так как, по мнению Олега Григорьева, одного из ведущих специалистов по безопасности электромагнитной, у нас сейчас нет контрольной группы уже среди детей. Дети прилипли, извините, к смартфонам. Их уже не оторвать от этого. Масса роликов в интернете о том, что дети впадают в психоз, когда у них отбирают их гаджеты. А факт тот, что раннее старение организма зафиксировали в докладе нашей медики. Что как раз электромагнитное излучение является ускорителем всех заболеваний. Выделить конкретно можно. Ведь американцы многолетние исследования делали там сотни фундаментальных работ по проблеме влияния электромагнитных полей. На что они влияют? Они влияют на мелатонин, который воздействует на свободные радикалы и прекращает, так скажем, возникновение различных заболеваний, в том числе онкологии. На этот счет масса есть и фильмов, и есть фундаментальных исследований. Доктор Шайнер в 2008 году объяснил. Мелатонин нашего организма является гормоном защиты и сна, который вырабатывается в шишковидной железе нашего мозга. Мелатонин является радикальным рецептором и улавливает ненасыщенные молекулы, которые могут взломать наш геном. Фракции генов и генома означают с медицинской точки зрения больше рака. Поэтому высокочастотное микроволновое излучение опасно, поскольку производство мелатонина, то есть защита организма от рака, значительно снижается. Исследование мелатонина в 2004 году в Баден-Вютерберге подтверждает это. До установки мобильной антенны значения мелатонина у всех жителей были значительно выше, чем после ввода антенны в эксплуатацию. Исследование Башни Сутра показывает медицинское объяснение того, как развивается рак напрямую, зависит от наличия антенн мобильной связи и с их высокочастотным излучением. Не только резко снижается общая защита от рака, но и нарушается наш сон, снижается защита и мелатонин гормона сна. Это крайне опасно. У меня в библиотеке только около 400 фундаментальных, не в библиотеке, а список есть научных работ, которые говорят о фреде электромагнитных излучений. Но подчеркну, что все нормативы, которые писались в 60-е, 70-е годы, нормировали только тепловые эффекты. Они известны, возникновение заболевания известны. Но не тепловые эффекты никто не нормировал. И об этом сейчас идет речь. Потому как тепловой эффект нагревает кожу и возникновение изменения функциональные человека. Это точно. В первую очередь влияние идет на нейроны и на нервные окончания. Они, в свою очередь, изменяют функции клетки, которая начинает болеть. Или, изменяя свое состояние, естественно, начинает сбой метаболизма так называемого. И это известно. А вот воздействие нетепловых эффектов никто не изучал. Американцы провели исследование, готовились к нему 16 лет, два года проводили исследование по нетепловым эффектам. Что такое нетепловой эффект? Когда у вас мощность телефона практически равна нулю. То есть это подпороговые уровни так называемые. И они доказали, что нетепловое воздействие приводит к онкологии. В докладе одним из авторов, которого являлась Лапкаева, профессор ядерного центра Саровского, также указала, что нетепловые эффекты, то есть модуляции несущей частоты, являются как раз тем фактором, который воздействует на межклеточный обмен. Без мощности. А физики у нас все говорят, да этого не может быть, потому что только несущая частота, вот то, что передают базовые станции, 5G, 3G, 20G, да, они несут нагрев. Это факт. Но они являются одним из факторов, влияющих на организм. А основной фактор – это модуляция, которая как раз выводит из строя клетку. То есть она влияет на межклеточный обмен. И вот это по цепочке приводит к раннему старению организма, и где тонко, там и рвется. То есть и возникают и лейкозы, и возникают сосудистые дистонии. Перечень заболеваний, он известен и он опубликован. Его можно посмотреть и во всех исследовательских институтах, его можно посмотреть и в санитарных нормах и правилах. Его можно посмотреть вот в данном докладе, который был опубликован только в Совете Федерации, но почему-то широко не публикуется. Здесь самые свежие данные о состоянии дел. Проблемы какие сейчас? Отсутствует приборная база, потому что нечем измерять, извините, не тепловые эффекты. Это только клинические медицинские исследования надо проводить. Принципы передачи сигнала изменились. Вы знаете, ведь даже в оружии, вот президент наш говорит, что мы новое оружие создали на новых физических принципах. Отлично. Только эти физические принципы, ведь еще и воздействуют на окружающую среду. Предположим, мы сидим в данном месте, в данное время. Вот сверху на нас светит как минимум 10-12 источников СВЧ-излучения. Космические аппараты. Они же локацию нам делают. На каждого человека? В данной точке, в любой точке, включите локацию, у вас определить, куда вы едете, у вас выставится 10-12 источников излучения из космоса. Плюс базовые станции, плюс военные, медицинские, аэродромные и так далее, и так далее. Свет, электропроводка, линии электропередач, СВЧ-печки. Уж о них отдельная история. Это уже оскомину наяло. И все это создает напряженность. Но все знают сопромат. Чем больше ты давишь, тем быстрее ломается система. Любая. Сегодня окружающее пространство, которое называется эфиром, настолько насыщенное, настолько напряженное, что теряется уже ориентация человека в этом пространстве. Он засыпает. Заметьте, в метро практически все спят. Или в наушниках, или с телефоном. И таки полусонные улыбок перестало наблюдаться в окружающем пространстве. Люди хмурные ходят. Оно несет в себе какую-то положительную роль. Но внедрять в школу вообще-то, это абсурдно. От системы или принципов передачи сигналов, ныне говорят, цифровые, она, цифра уже другой принцип несет. Ну как? Принцип-то она внутри аппарата какого-то передатчика несет. Да, его в код загоняют другой. Не аналоговая система обработки сигнала, а цифровая. Но источник-то, который здесь вибрирует, в эфир-то выдает цифровую волну с определенной мощностью, с определенной модуляцией, которая влияет на любой живой объект. И в том числе и неживой. И это круглосуточно. Приняли закон о табакокурении. Ну человек покурил, сам себе режиссер, да? Или пассивное курение, кто-то рядом находится. А ведь электромагнитное поле, оно воздействует круглосуточно. И постоянно. И уже естественно, мы в среде измененного эфира, измененного пространства находимся, и мы начинаем вымирать, по большому счету. Насколько я сужу, по отчетам Минздрава. 2019 год. По-моему, минус 200 тысяч в средней полосе России. Убыль населения. Но отчего? Кто выделит фактор, тот, который наиболее вредный, из тех факторов, которые есть? Но нет их. За 30 лет последних хорошо машин выросли там в три раза. Может, четыре хорошо. Но вредный фактор, как физические факторы, выросли в сотню тысяч раз. Вот и все. Это обычному человеку, это очевидно. Я не понимаю, почему не очевидно. Минздраву, Роспотребнадзору и так далее. Один гигагерц – это один миллиард колебаний в секунду. Вы себе представляете, что это такое? Возьмем нас, потрясем душу нашу, или тело. Вот мы трясем с колебанием там, грубо говоря, 20 колебаний тела. А тут миллиард колебаний. Представляете, что на клетку воздействует? Но это несущая частота. А на несущую накладывается низкая частота – это голос, цвет, звук, видео, все это несущие. То есть модуляция сигнала. А вот модуляция как раз, вот то, что доказано, даже на минимальных мощностях выбивает клетку из состояния равновесия. То есть она заболевает. От природных источников на Земле нет электромагнитного излучения в диапазоне от 1 до 300 гигагерц. В этом диапазоне происходит клеточная коммуникация у людей, животных и растений. И развитие жизни было бы нарушено из-за микроволн. Согласно мнению врача-эколога доктора Ханса Кристофа Шайнера, пространственное строение молекулы наследственного вещества и белковых цепочек в клетках подвергаются опасности из-за электромагнитного излучения извне. Получая искусственное облучение, оно, как деревянный домик, во время землетрясения попадает в сверхбольшое самоколебание и ломается. С введением излучения от сотовой связи ученым уже давно стало ясно, что необходимо установить предельно допустимые нормы излучения, чтобы защитить человека и природу, так как уже в 90-х годах исследования доказали, что мобильное излучение вредно для клеток людей и животных. А по санитарной норме сколько можно? Санитарные нормы, подчеркиваю, те, которые были приняты еще с 70-х годов, регламентируют уровень облучения теплового 3 микроватта на сантиметр квадратный. Три! Запомните эту цифру. 86-й год – 10 микроватт. 2003-й – 100 микроватт. Почему вопрос? Рост излучателей и снижение, извините, норм предельно допустимых. Это как называется? Не знаю, как называется. Это абсурд называется. 1970-й год для населения 1 микроватт на сантиметр был принят, потому что знали, что это вредно. Детям до 18 лет запрещено было пользоваться СВЧ-облучателями и трактовалось это облучение на уровне радиации. И вот до 2003-го изменилась риторика, изменяясь предельно допустимый уровень, которые, кстати, все равно были в десятки раз строже, чем нормативы американские и европейские. Потому что и это в докладе отражено, что разность подходов европейских и наших к оценке рисков различные. Наши ученые оценивают весь организм в целом, все его как бы в целостности, изменения метаболизма, обмена веществ и так далее. Американцы и европейцы оценивают только по рискам. Это как в авиации. Где-то сломалось. Давайте посмотрим, что там сломалось. Они не оценивают с точки зрения всего организма. Поэтому и отражено было специалистами, что невозможно синхронизировать европейские нормативы американские с нашими. Невозможно. А так как у нас, насколько я понимаю, Конституция наша говорит о том, что превалируют международные правила над нашими внутренними, и уже таможенный союз и его одна из комиссий по гигиене принимают уже санитарную норму международного направления, то у нас, естественно, уже отсутствует оценка гигиеническая, по большому счету. Вот такая вот ситуация ныне. Все специалисты знают, что делать надо и так далее, и так далее. Были проблемные комиссии при Минздраве, которые занимались электромагнитной безопасностью. Вот сейчас созданы, кстати, комиссии и научные советы при Роспотребнадзоре всех отделений по России. Никитина Валентин Николаевна, недавно я с ней говорил, да, мы, говорит, занимаемся сейчас новыми нормативами, которые вводят. А каковы они, новые нормативы, я не знаю. Потому что нужно уже исследовать то, что причинно-следственные связи и устанавливать совершенно иные критерии оценки. Совершенно иные. Вот такая ситуация ныне. Если опасения по поводу мобильного излучения не обоснованы, почему была проведена кампания по клевете на профессора Адуль Хофера, когда он доказал в своем исследовании, что мобильное излучение вызывает разрыв ДНК, то есть предвестник рака? Почему профессору Сэму, исследователю Телеком, никогда не разрешалось публиковать свои результаты, и он был уволен, когда обнаружил серьезные повреждения и деформацию птиц, вызванные мобильным излучением? Почему доктор Джордж Карло, исследователь американской индустрии мобильной связи, был уволен, ему угрожали, и его дом был сожжен? Возможно, потому что в своем исследовании он продемонстрировал явное повышение числа заболевших раком среди пользователей мобильными телефонами. Так это же именно эта так называемая наука, утверждающая везде, страх перед излучением не обоснован, но истерия не уменьшается. Тут может быть замешана только заинтересованная индустрия мобильных телефонов совместно с основными СМИ, только независимые исследователи годами доказывали научным путем, что опасения оправданы. Они провели тысячи исследований, которые можно найти на портале EMF, BioInitiative, JustProvide и PowerWatch. Спасибо всем независимым исследователям. Ну хорошо, вот как сейчас быть людям, особенно в городе, где просто на крышах, даже в домах, внизу там стоят антенны? Да... Что теперь людям делать? Как вообще быть? Ну как... И что они несут, вот эти вот антенны, которые устанавливаются на домах? Какая норма от крыши дома, предположим? Вот, еще раз сошлюсь на доклад, в котором профессор Сподобаев, представляющий НИИ-радио, у них разработана система оценки электромагнитной безопасности по критериям физическим, так скажем. То есть плотность потока энергии или напряженности электромагнитного поля. Как он утверждал, что порядка, может быть, 40-50% базовых станций ставится незаконно. Напомню еще переписку с Колуновым, москвича, который писал на президента, дабы убрали базовую станцию от их дома, ее убрали. Но по причине не вреда, наносимого ей жителям, а по причине того, что они не соблюли строительные нормы и правила. Два года шла переписка. Участвовало в переписке порядка 10 организаций, московских и государственных. И только написав на президента, во всяком случае, убрали. Но по другим причинам. По другим причинам обсуждается в обществе вредное влияние, это по контенту. Во Франции приняли закон, запрещающий школьникам пользоваться телефонами в школах и учебных заведениях. Это факт. В других странах, я не знаю, пока подтверждение того, что в Англии, в Японии тут бродят такие информации. В Европе, да, разговоры идут. Новые системы телефона, смартфоны передают импульсными пачками. Как вы их определите? Насколько они влияют на биологический объект? Никто этого не знает. Даже его засечь, в принципе, сигнал только спецустройствами можно. Нет бытовых приборов, которые определяют импульс и его напряженность. Нет их. Как их? И все спецы говорят, что этого нет. Этого нет в измерительной технике, но это и есть по факту, что бахнул он по башке, и все. Человек заболел. И это тоже факт. Никем не отрицается, что это факт. То есть, а детям и вообще у них же черепная коробка тоньше, чем у взрослых. В докладе я вам передам доклад Олега Григорьева. Там все подробненько об этом указано. Естественно, у них и тоньше, так скажем, костная ткань. И проникновение излучения глубже. Но это опять-таки обсуждается тепловые эффекты. Тепловые. А нетепловые вообще не обсуждаются. То есть, это даже не рассматривается. Не рассматривается. Не, оно рассматривается. Уже в докладе прозвучало, что нетепловые эффекты. Американцы доказали, что воздействует, приводит к онкологии. Это однозначно. Но они проводили на животных. У нас этим никто не занимается. Семья ученицы начальных классов, страдающие электромагнитной сверхчувствительностью, подала иск в итальянский суд во Флоренции против использования школьной сети ВЛЭН. В связи со срочностью дела еще до судебного разбирательства в марте 2019 года для девочки суд распорядился о немедленном демонтаже сети ВЛЭН в школе. По словам уполномоченного судьи, это единственный способ обеспечить дальнейшее посещение школы ученицы с электромагнитной сверхчувствительностью. Судья сослалась на существующую очень хорошую кабельную связь, которая гарантирует учащимся и персоналу школы безопасное использование интернета. Это решение станет уроком, потому что ученица смогла доказать, что мобильное радиоизлучение причиняет вред здоровью. По санитарным нормам я уже назвал 3 микроватта на сантиметр квадратный норматив, действующий. Он измеряется на расстоянии, вот это называется зона сформированной волны, 37 сантиметров. Вот ближе здесь, это ближняя зона. Здесь никакой измеритель ничего не покажет. Здесь нельзя измерить, здесь хаос творится, и никто не знает. Нет теории ближней зоны. Вот не знают, что здесь происходит с электромагнитным полем. Нет теории, нет измерителей, нет ничего. Можно только как измерить биологически, то есть по бактериям, на ДНК, на клетке, на человеке. То есть это клинические испытания. Проводили клинические испытания, показывают, да, нервная система страдает, кровь слипается, кислородные голодания. Они однозначно, в любом случае, включаете, подносите, говорите. Эритроциты слипаются, кислородные голодания наступают. И по цепочке раз, два, три, четыре накопительный эффект ускорения различных заболеваний, которые у нас есть. Это у всех. И мы констатируем рост смертности, рост онкологии, психоза у детей. Но это третий фактор. Психоза у детей – это контент. Обсуждается сейчас в высшей школе экономики кибербуллинг. Американцы уже закон приняли, и этот вопрос обсуждают. Это издевательство над детьми среди интернета. У нас пока издеваются, может, на улице, но уже и в среде интернета издеваются. Три фактора вредного влияния. Это термический нагрев, изученный, хорошо нормированный. Не термический – не нормирован, не изучен. И не, так скажем, не используется в санитарии. И третье – это контент, это уже информация, которую пичкают нас. Это облика морали, как мы называем. Вот, три основных фактора. И они сегодня уже практически детей, сто процентов. У нас на слушаниях был главный психиатр, наш, забылка фамилию, можем посмотреть. Напомню. Он говорит, да, 70% в 99-м году было психозами, дети, школьники. А сейчас они 100%. И нормативы нынче, нормативы нынче не исполняются никем, ни государством, ни населением. Это факт. Что еще на эту тему сказать? Но население не знает этих нормативов. Как не знает-то? А как же санитарные нормы? А как же производители-то, извините? Они должны соблюдать нормативы страны, где продается техника. И мы с этим ничего не можем сделать, потому что Минздрав не слышит, Роспотребнадзор отмахивается, никто не следит. Ну, хорошо, Валентина Матвиенко сказала, что в школах надо запретить. Так мне родители говорят, которые пользуются, наши клиенты, что же нам теперь делать, у детей отнимут смартфон? Я говорю, вы с ума сошли. А мы же, говорит, ничего, нормально. Ну, им что, на уроке смартфон нужен? А по законам, извините, нельзя отобрать, если он пользуется? Вплоть до того, что некоторые посылают учителей, извините, куда подальше. Говорят, не отдам, и все. Это что такое-то? Ну, так они хотят отнять, потому что, как бы, не отвлекались, а не потому что вредно. Да, так о вреде-то и не говорится. В обществе об этом не говорится. Вот говорят специалисты, написали доклад. Написали, высшая школа экономики под эгидой Всемирного банка выпустила благополучие детей в цифровую эпоху. Хотя говорят, что это хорошо. Надо бедные, чтобы пользовались такими же услугами. Телефонии, как и богатые. Это абсурд? Богатые, кстати, тот же Билл Геттс детям не дает этим пользу. Он знает, что это такое. Тот, кто грамотный, тот не дает. А у нас, получается, безграмотные практически все население. Ну, не все, конечно, кто-то знает. Ну, хорошо, люди скажут. А как же они сами, вот тот же Роспотребнадзор, Минздрав, они же сами живут во всем этом. Да, так вот и получается, что если они сами живут, вот давайте по аналогии-то. Если они не понимают, что они говорят, значит, на них тоже воздействие идет такое. Наверное, непонимающее. То есть, у них отсутствует логика. Психотронного оружия, получается. Ну, наверное. Так на это что-то вон фильмов много в интернете ходят, снимают. И документальные фильмы, американцы показывают. СВЧ оружие, но это тепловое воздействие, удар есть. Наши показывают тепловое оружие. Ну, возьмите книгу «Пси-войны». Ратников Савин Рубель. Написано все же свидетельство очевидцев. У нас «Пси-войны». Называется книга. Шикарная книга. Можно пригласить того же Ратникова. У него много роликов, он об этом говорит. Что как раз уровень воздействия, вот через это, резонанс. То есть, любой сигнал на резонансе, и все, орган обрушается. Вспомните Липецкую школу год назад или полтора. Мальчик ставит ультразвук. Программу на телефон, включает ее. Через 15 минут 30 школьников уехали в больничку. Целенаправленное, в общем-то, действие, которое оказали на большую группу населения, по сути, это. А ведь сигнал от этого может любой пройти. Любой сигнал. Инфразвук, ультразвук. Какие угодно. Передача сигнала, вот эта модуляция. Любая может идти. И любого человека, извините, может, бах, кто-то запустил специальный сигнал. Задайте вопрос производителям или компаниям телекоммуникационным. Кто управляет системой связи в стране? Реально. Где стоят сервера, передающие и направляющие систему сигналов от базовой станции? Где та мама, которая передает сигналы, осуществляет всю эту бодягу? Вы знаете? И я не знаю. И мне никто не говорит. Ну, говорят ребята там не у нас, скорее всего. Я достоверно не знаю. И нам об этом никто не говорит. Говорят, что едут машины по Москве некоторые с антеннами что-то корректируют. Чего корректируют, тоже никто не знает. Вот свет светит. Насколько он вреден? Вот спектр вот этих лампочек маленьких сейчас, которые используются, светодиоды, он обладает разрушающим действием на сетчатку и вообще на организм. А если его усилить, он вообще, как говорят, в хлам может человек превратить. Свет тоже не нормируется. Тоже отражено, что ребята, лампочки ныне, которые используются, нельзя применять только отраженным светом. Ну, то есть, ставить экран или в потолок, или экран, который будет отражать. А прямым потоком света нельзя, потому что теряется зрение. Тоже факт. А кто их нормирует, я не знаю. Я не спрашивал. Единственное, что спрашивал, есть ли санитарные нормы на это. Нет сейчас. Вернее, нормы есть, а документов нет. А должны быть. Вот и ответ на вопрос. То, что у нас в окружающей среде масса антенн, они пассивные, активные, базовые станции, такие космические, все это, оно изменило окружающий мир. Оно сделало его иным, в котором человеку не место. Это факт. Место человеку в естественных условиях. Это солнце, это свет естественный, солнечный, это земля естественная, не изгаженная химикатами, это вода не изгаженная и не свалки. Это естественно. Но вот все-таки сотовые вышки, они на какое расстояние бьют? Два миллиона вышек профессор Сподобаев, НИИ радио, озвучил цифру. Два миллиона базовых станций. Сколько у нас народа в стране? Это по России два миллиона. По России. Он не считал еще космический аппарат, я же вам говорю, в эту точку светят 10-12 аппаратов. В данную, в любую точку пространства. Вот мы здесь сидим, вот у меня где-то тут пассивный приемник, навигация. Он пассивный, пассивный, он принимает просто сигнал. И он показывает, что 10-12 станций космических светят в данную точку. Это СВЧ. Сверхвысокая частота. На которой работает от 1 ГГц и выше. 1 миллиард колебаний. А сейчас, говорят, 5G. Ну, что такое 5G? Обозначение просто. 3G. В принципе, это 3 миллиарда колебаний. 3 ГГц должно быть. Но оно вроде меньше. Там 2,6, 2,7. Европейцы используют 5G. Называя 5G, они используют 3,7, 3,8 ГГц. Я не знаю, для чего передатчики. Которые 78 ГГц. На базовых станциях никто не отвечает. Почему? Протоколы есть. Вот они опубликованы. Вы спросили, что делать в городе. Я отвечу. Есть основной принцип. Время дозы эффектов. Везде. То есть, меньше пользоваться. Меньше время использования смартфона, компьютера, телевизора. По словам британского физика доктора наук Барри Троуера, бывшего эксперта Королевского флота по разработке микроволнового оружия, в избежании рака, связанного с использованием мобильного телефона, взрослым при необходимости можно пользоваться сотовым телефоном не более 27 минут в день. И это по несколько минут в течение дня. Но обязательно не более 27 минут. Для тех, кто нарушает эту норму, вероятность развития рака составляет более 40%. Для ребенка эта продолжительность всего лишь несколько минут. Связано это с тем, что дети на 60-70% более восприимчивы к излучению, чем взрослые. И оно способно нанести вред организму ребенка на 75% больше. На самом деле, для ребенка не существует безопасного предельного уровня. А для взрослого это около 27 минут в день при экстренной необходимости. Вы помните, когда цветные телевизоры у нас внедрялись? Что говорили? Расстояние от телевизора должно быть не менее 4 метров, подальше сидеть, облучение идет и так далее. Экраны на первые компьютеры ставили такие защитные. Помните? Сейчас кто-то что-то говорит. О, они безопасные. Да никто не исследовал безопасность жидкого кристалла и плазмы. Никто от слова. Я задавал вопросы это и представителям Сименса, и всем ведущим спецам, которые выпускают это. В том числе и Самсунгу. Никто ничего не отвечает. И на каком расстоянии надо сидеть от такого телевизора? Ну, как минимум 3-4 метра. Это раз. Но на ночь надо выключать вообще все. Хорошо. Тогда дайте, пожалуйста, рекомендации людям. Вот что чисто практически можно сделать. Какими приборами померить? Как распознать? Что вы предлагаете? Вот я предлагаю, что измерять в бытовых условиях не надо. Тратите лишние деньги на измерители, бытовые тестеры, которые вам ничего не покажут. Вы априори. Это константа, что мы живем в этом поле. Измененном, напряженном. И это везде так. В городах особенно. Точно абсолютно. И не надо его измерять. Потому что, ну, есть, продают 8-10, там, полторы тысячи китайские приборы, измеряющие напряженность электрического поля. Ну, и что вам это даст? Измерение электромагнитных полей – это сложная система, в которой используется масса приборов на определенных частотах, на определенных длинной волны и так далее. Например, напряженность электрического поля измеряется в ВЕ-метр-001, который используется в гигиене, в лабораториях, на месте, вот в офисах. Это носимые приборы. С погрешностью до 30%. До 30%. Подчеркиваю. Измеритель статики СТ-01. Тоже нормируемый параметр, который в нормативной базе предельно допустимый уровень. И статика. Вы знаете, что такое статика. От этого пожара все происходят. Потому что происходит разряд электрического напряжения, молния, по сути, да. И возгорание происходит. Она также нормируется. Напряженность магнитного, магнитная напряженность поля. Также нормируется и измеряется определенным прибором отдельным. Дорогими приборами. И все это имеет погрешности до 30%. Люди пытаются вот этими приборами измерять дома. Да, вы включите. Вот у вас показать. Я тоже мне интересно было. В метро еду, измеряю. Насколько показывает измерение вот это вот. Вот здесь вот ноль, да. А какой прибор? Покажите. Это прибор Мегион 07-150. Мегион. Это обычный измеритель бытовой. Бытовой. Которым можно посмотреть, насколько напряженность лампочек, стенок, проводки и так далее. Но он покажет приблизительно. Я не знаю, какая его погрешность. В документах не указано. Это бытовое. Но вы можете просто констатировать, что это есть. Но это ничего вам не даст. Ни защиту. Ни понимание того, что вредно это или не вредно. Поэтому измерять в бытовых условиях я не рекомендую. Этим занимаются профессионально подготовленные люди. С профессиональным оборудованием. Тарированным, поверенным и так далее. Которые могут с погрешностью до 30% сказать вам напряженность всех перечисленных мной параметров. И они имеют предельно допустимые уровни рекомендации. Если вы сомневаетесь в том, что у вас нормальная ситуация в квартире, в доме, бесплатно, даром, можно позвонить в Роспотребнадзор. Пригласить их на измерение. И они обязаны приехать, измерить и выдать вам протокол измерений. И где вы посмотрите уровень СВЧ излучения. Уровень электрической напряженности. Уровень магнитной напряженности. Это даром производится. Кстати, вы пишите. У меня болит голова. Я хочу, чтобы вы приехали и померили. Вот напряженность какая. Обязаны приехать и измерить. И выдать вам протокол. Вы этот протокол берете и смотрите. Уровень плотности потока энергии. Это норматив, который только телефон имеет. Вот у него параметр такой. Плотность потока энергии. У вас, например, написали 8 микроватт на сантиметр квадратный. В норме считается. До 10 в Москве. Ничего подобного. Потому как он имеет накопительный эффект. И умножайте на 24 часа. Вот и все. Потому что на производстве накопительный эффект применяется. То есть 200 микроватт на сантиметр квадратный на производстве в течение 8 часов рабочего дня. Допустимый уровень. А у нас теперь и в докладе это отражено. Что производство перекочевало в быт. Все. Вредный фактор 3,2. Приводящее к тем заболеваниям, которые прописаны по охране труда. Так если идет накопительный эффект, это получается. А мы все время в этом живем. Да, да. То же самое профессор Никитина говорит. Что товарищи, те заболевания, которые у работников на атомных станциях с накоплением, извините, дозы облучения, аналогичные заболеваниям от этого. Точка. Что делать? Следуйте, что нужно делать дома. На ночь обязательно выключить все. Я уже об этом говорил. Ну как-то на отдельную линию холодильника. Просто все выключить. Пробки, розетки, выключатели. Повыключать тумблеры. Чтобы у вас даже электричества не было. На ночь, чтобы вы отдыхали. Чтобы у вас поле напряженности отсутствовало. Естественно, меньше смотрите телевизор. Детям до 8 лет пользоваться вообще нельзя. Школьникам до 4 класса 15 минут в день. 15 минут плюс 30 минут просмотра мультиков. Максимум. Это допустимо и безвредное. И то с защитой, определенной которой есть. На рынке можете их найти. По своему усмотрению и почитать, что они предлагают. Далее. Школьникам и студентам до 18 лет и выше, до 21 года, максимум 30 минут до обеда, 30 минут после обеда. Это санитарная норма, об этом говорят. Но в среднем ребенок пользуется смартфоном 4 часа. Мы исследовали в Жуковском 4 школы. Да, 80% от 2 до 4 часов используют. Смотрят. Ну то есть в комплексе так называемое сочетанное воздействие. Телевизор, компьютер, телефон. Еще раз напомню, что все производители, там тот же Билл Гейтс, можете статью в интернете найти, детям не позволяют своим пользоваться долго мобильным телефоном. Зная, что это вредно. Вот. Это основные рекомендации. Доза эффект. Время использования смартфона. Я даже при своей загруженной работе, максимум у меня час уходит. Я могу просто посмотреть, у меня время разговора. Коротко. Используйте удаленный разговор. Включили на звук, положили и говорите. То есть к уху нельзя? К уху нельзя. Наушники только те, которые вот большие, которые у вас. И то время только определенное. Потому что вот то, что и сейчас носят, это же тоже передатчик. Он же принимает не только глухими останутся, но и тупыми навек, наверное. А что будет потом уже, в потомстве, как дети, уже прозвучало, что у детей, которые с 2000 года рождения, детородные функции у мальчишек в 6 раз снизились. Факт. У девочек, это еще в 90-х, была опубликована информация, до 60% отсутствия детородных функций. Кто рожать-то будет? Римский клуб, основанный в 1968 году, преследует следующие цели. Снижение уровня рождаемости и повышение уровня смертности. Это был гениальный ход, что сегодня почти все зависят от своего смартфона и по незнанию до сих пор носят его в правом кармане брюк. К сожалению, практически ни в одной области, имеющей отношение к мобильной радиосвязи, нет такого назначенного исследования, как доказанные нарушения функций яичников, сперматозоидов и эмбрионов. Таких исследований было 130. Было ли снижение рождаемости частотой от 1 до 4G недостаточно эффективным? Хотя, по данным Женевского университета, мы уже регистрируем снижение качества спермы во всем мире. Требуется ли для этого более высокая 5G частота, сначала 3,5, затем от 6 до 100 ГГц, для того, чтобы достичь цели римского клуба еще более эффективно? Мы в этом году проводили исследования, используя средства защиты, коллективные, индивидуальные, в Москве, в офисе практически у 100% отсутствует магнитная нагрузка с использованием всех принципов защиты. Какие принципы защиты? Принципы защиты, подчеркиваю, время, первое. Во-вторых, использование средств защиты. Какие средства защиты? Различные. Рекламировать нам же нельзя. Использовали наши защитные устройства, которые мы коллективные и индивидуальные. Индивидуальные – это называть нейтроник. Мы его в 1998 году запатентовали, и уже больше 20 лет реализуем на рынке. Покажите, как он выглядит. Вот он выглядит вот так. Так, и запатентовали. А как вы его проверяли? А проверяли мы его… Вот вам сейчас покажу. Вот у нас громадные клинические испытания были в Австрии. Вот видите, такая толстенькая книжечка. Именно вашего этого нейтроника? Нашего нейтроника. И вывод сделали, что работает, эффективно снимает нагрузку магнитную. Сенатор Круглый Владимир Игоревич сказал, товарищи, уважаемые Роспотребнадзор… О, не Роспотребнадзор, а МТС и Билайн были представители. Я не знаю, кто. Не владельцы, не это. Говорят, вы же наносите вред населению. Это уже доказанный вред. Вы что-то предполагаете сделать, но давайте хотя бы исследуем. Вы хотя бы проведите исследование, опубликуйте, что это безвредно. А они говорят, все это безвредно. Да, инженер-радиофизик и физик в общем, у него нет задачи исследовать безвредность или биологию. Это же область гигиены, биологии, медицины. Как физик может исследовать, скажите, пожалуйста. Физика задача передать сигнал быстрее, лучше, четче. Правильно? Это его задача. Но мы же не все специалисты в какой-то области. У нас институты сколько учат чему-то. Есть даже просто в физике разделов масса специальностей. В медицине масса специальностей. Эту область изучают биология, то есть институт биофизики, бывший Бурназиан теперь. Институт медицины катастроф, специалисты остались еще. В Питере... А, Роспотребнадзор, вот их лаборатория по неионизирующим излучениям. В Москве такая есть, хотя она уже совсем упала. Исследованиями никто не занимается. А надо заниматься. Мы предложили, создали с академиком Рахманином концепцию электромагнитной безопасности. По итогам вот этих слушаний. Концепция, которая должна идти в правительство, и правительство должно рассмотреть, профинансировать исследования, создание системы контроля и отчета, и мониторинга. Мы проводили социально-гигиенический мониторинг. Это их задача, Роспотребнадзор, проводить социально-гигиенический мониторинг, что отражено в законе по санитарно-эпидемиологическому безопасности населения страны. Кто этим занимается, не знаю, не видел. И специалистов уже таких нет. Была Игнатова Лилия Федоровна, с которой мы работали по мониторингу Жуковского, школьников. Сделали отчет, сделали систему автоматизирования по социально-гигиеническому мониторингу. И сдали ее в Московской области. Мы подготовили методическое пособие в школу, чтобы и то никак туда его не возьмем, не внедрим. Это область громадная, которая требует фундаментальных исследований. Вот ответ на вопрос. И это предлагают специалисты. Да, создать систему мониторинга. Создать проблемную комиссию, как были в Советском Союзе. Населению надо чуть-чуть научиться читать все-таки по безопасности жизнедеятельности. Предмет есть в школе. А мы сейчас, даже в нынешних условиях, способны организоваться и создать себе условия нормальные, благоприятные, комфортные для жизни. У нас около 100 тысяч деревень пустых в прекрасных местах на реках, где вода чистая, лес еще есть. И создавать надо и дружеские компании, и туда переселяться. Потому что город – это система паразитарная, разрушающая пространство и душу человека. Прежде чем мы сможем защититься от 5G и мобильного излучения, нам нужно защититься от тех людей, которые утверждают, ничего нельзя поделать. Это примерно такая же опасная ложь, как предельные значения организации Международной комиссии по защите от неонизирующего излучения. Мы можем что-то сделать, и причем совместно, а именно остановить развитие мобильной связи и 5G. Исчезнуть должно не только 5G, все должно исчезнуть. Мы так долго будем подвержены угрожающему жизни излучению, пока работает хоть одна антенна беспроводного интернета, и на нас воздействует хоть один смартфон. Вместо 5G приоритетом должно быть расширение безопасного оптоволоконного интернета. Любой, кто заметил медицинский и политический скандал, кроющийся за мобильной связью и 5G, не будет больше пассивным. Он станет подобным камню, падающему в воду и производящему волны наружу. Он начнет себя и откажется от своей сотовой связи. Он расторгнет все договора с мобильными провайдерами и не будет больше связываться с мобильными устройствами. Он станет примером и создаст сеть с людьми из своего села, региона и страны, чтобы остановить это развитие. Это возможно. Также, кстати, возможно и жить без мобильника. Мне 24 года, и я еще никогда не имел мобильника. И тем не менее, я счастлив и хорошо интегрирован. Это новый тренд. Вопрос в том, ты с нами? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!